ПЕСНЯ 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 Во имя Отца и Сына и Сота Духа, приветствую всех вас и поздравляю с праздником нашей духовной школы. Очередной выпуск и поставление звонарей – это радостное событие, и когда мы задумаемся над тем, что оно принесет, какой результат Матери Церкви. Хотелось бы сказать несколько иначе, или, может быть, даже необычно, чтобы поразмышлять на эту тему. У каждого музыкального инструмента есть что-то главное, что определяет звучание этого инструмента. И в зависимости от того, как отрегулирована эта часть инструмента, так и звучит весь инструмент. В Душе у каждого человека также есть свои струны Души, которые определяют состояние человеческой Души, настроение и во многом действие человека. И вот этим внутренним инструментом, вместе с тем струнами Души человеческой, является сердце человеческое. Совокупность чувств, которые содержатся в сердце не как в физиологическом органе, а как в духовном центре жизни человека. И посредством песнопений, колокольного звона, изображения священных лиц на иконах, архитектуры церковной и многого другого, Церковь старается затронуть струны человеческой Души, затронуть и пробудить к Доброму, к Положительному. И колокольный звон – одна из этих важных составляющих. Когда звонарь умело, с душой, с переживанием, от усердия своего и с внутренней молитвой совершает колокольный звон, это передается людям и помогает им настроиться на молитву. Молитву благодарственную, радостную, торжественную или на молитву скорбную, сопереживательную. Все можно изобразить в колокольном звоне. И во многом это зависит от самого человека, как настроено его сердце, струны его души. И вас, дорогие звонари, ныне поставлены в этот чин. И поздравляю с этим важным, значимым для вас событием. Вместе с тем прошу и призываю к тому, чтобы вы находили возможность в себе всегда, вне зависимости от того, какое состояние вашей души, преодолевать сложное, неправильное, неугодное Богу и создавать правильное внутреннее устроение. И с помощью этого нести то, что нужно людям. Служить, по большому счету, в деле спасения душ человеческих. Ваше служение, как в дополнение служения священнослужителей. И благодарю настоятеля прихода сего, отца Игоря, который был у истоков, инициатором создания здесь, на приходе школы звонарей. Благодарю и отца директора духовного училища, который имеет попечение непосредственно об отделении звонарей. Также Богдана Владимировича, который непосредственно как человек высокопрофессиональный и вместе с тем знающий очень хорошо колокольное дело. И не только передающий свой опыт звучания именно звонов колокола, но и оборудование колоколин, сохранение колоколов на территории нашей Беларуси, должной эксплуатации. Спасибо вам за это и то, что вы вложили, передали свой опыт нынешним выпускникам. Спасибо всем, кто обеспечивал данный процесс. Но, к сожалению, держим наш колокол, посмотреть, как звонят. Аккуратненько пальчиком, и он изучать будет. Веревочку не успел добыть нигде. Вот, примите в дар от нас звонари. Ну мы шумные, но вот небольшое напоминание о нас, молитвенную, на молитвенную память. Сейчас проверите, как у меня получается. Так? Да. Спасибо. Так, что-то скажете? Ну, Владыка уже третий раз совершил у нас чин поставления в самопоставиться. Самопоставиться. Это хорошо. Пока, любите. Дорогие наши выпускники, дорогой Владыка, спасибо вам, что вы создали нам это торжество, чин поставления в звонарей. И, действительно, как вы тонко заметили, главную музыку в нашей жизни играют струны нашей души. Поэтому пожелание от нашей духовной школы, чтобы вы всегда струны своей души держали в гармонии с божественной музыкой, с божественной гармонией. Всегда соизмеряйте это и со священным писанием, и со святыми отцами, с всей нашей богатой православной традицией, с которой вы здесь соприкоснулись в нашем духовном училище. И помните, что двери нашей школы всегда открыты. У нас, кроме отделения звонаря, еще и катехизаторы, и педагоги воскресных школ. Поэтому вы можете учиться, учиться и учиться. Вам вручается свидетельство об окончании Минского духовного училища, звонарное дело вы освоили, отделение звонарей, названное учебное заведение. И решение 15 января педагогического совета. Вам, как и всем, кто здесь будет приглашен, присвоена квалификация церковной звонаря. Решение утверждено Патриаршем и Цархом. И поздравляем вас. Пусть звучит наша земля колоколами, радует Господа. Спасибо.